Банда почтальонов ворует посылки по всей стране. Общество. Бизнес в России 6 декабря 8.15. Банда почтальонов ворует посылки по всей стране, чтобы вернуть доверие клиентов. Почта России потратит на рекламу почти полмиллиарда рублей. Виталий Корюков. Комментарии в просмотрах 2417. Фото. Артем Геодокян, ТАСС. Несколько дней назад Почта России разместила на сайте газзакупок информации о конкурсе на привлечение подрядчика для оказания рекламных услуг в интернете. Тендер предполагает привлечение к участию в рекламной кампании двух популярных инстаграм-блогеров, количество подписчиков которых в сети должно составлять, соответственно, не менее миллиона и двухсот тысяч. Потратить на эту долгосрочную акцию по продвижению своих услуг, как то электронные заказные письма, пункты выдачи заказов, электронные подписи, курьерская служба, мобильное приложение и так далее, почтовый оператор планирует почти половину миллиарда четыреста сорок три миллиона рублей. Для съемок видеоматериалов предусмотрено применение современных технических средств, среди которых предполагается даже использование дронов. Главной задачей, которая будет поставлена перед генподрядчиком рекламной кампании, является формирование доверия к услугам Почты России. По всей стране. А вот с этим сложнее. Читайте так же. Продай квартиру, или тебя лишат части и пенсии. Миллионы стариков завтра окажутся в условиях крайней нищеты. Новосибирск. Не далее, как 2 декабря произошла неприятная находка, в Новосибирске на улице Кропоткина в районе старых гаражей местный житель обнаружил кучу вскрытых и брошенных посылок. Нашел случайно в гаражах посылки Почты России. Все вскрытые. Некоторые распотрошенные, из них что-то явно уже вытащили, а в остальных, прямо в коробках, есть какие-то косметические вещи, рассказал житель Новосибирска. Там стоят гаражи, старые уже. И вот один гараж вскрыт, у него ворот даже нет, а внутри там эти коробки кучей лежали. Краснодар. В тенистом сквере столицы Кубани, на улице Селезнева еще в октябре была найдена целая партия брошенных почтовых посылок. Все они оказались вскрытыми. Причем, судя по кодам отслеживания, отправлялись с Украины. Возможно, отправитель напутал с треками и поставил украинские. Однако вручить посылки не составляло никаких проблем. Адреса указаны корректно и даже телефоны есть, сообщил Алексей Резцов, который, видимо, и наткнулся на бесхозное добро. Более того, на части посылок от руки сделаны пометки ручкой с фамилиями адресатов. То есть посылки явно обработаны вручную. Выглядит так, что треки не пробивались, люди не приходили за посылками, и они остались в отделении. Но если так, то их должны были отправить обратно. Волгоградская область. Здесь случайно наткнулись на десятки вскрытых пакетов с заказами из интернета, которые пересылались через почту России, но так и не дошли до своих адресатов. По номерам отделений, в которые должны были прийти все отправления, были вычислены те, кто ждал посылок, но так и не дождался. Ситуацию прокомментировали в почте России. Руководство почтового оператора пообещало провести проверку и возместить клиентам ущерб. Москва. В столице были произведены задержания сотрудников Почты России, которые сбывали в интернете через популярный сервис бесплатных объявлений, похищенные в сортировочном цехе почтового пункта «Ценные посылки». Они уже отстранены от работы и уволены. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Похитителям грозит тюремный срок до 10 лет. Новосибирская область. Утром местная жительница Ирина Омна шла прямо на дороге в Инюшинском Бору десятки извещений и писем. Это произошло в Октябрьском районе Новосибирской области. Не меньше двух десятков писем лежало на тропинке и простые, и уведомления на посылке, и извещения. «Страшно было в руки брать», — рассказывает женщина. Я наклонилась, посмотрела отделение почты и номер вопросительный знак 126. Сначала подумала «Ну мало ли, ветер, может быть». Потом меня смутило, что на протяжении всего Бора эти письма, по одному, по двой на тропинке лежали. В пресс-службе Почты России заверили, что извещение повторно доставит адресатам. С сотрудниками проведена разъяснительная беседа о соблюдении правил оказания услуг почтовой связи и недопустимости оставления корреспонденции вне почтовых ящиков, подчеркнули в ведомстве. Чита. В столице Забайкальского края вычислили сотрудницу сортировочного почтового центра, которая вскрыла порядка ста почтовых посылок. Гости с Киева. А что же это у вас мясо такое и дорогое, коров нет? Что изменилось на Украине через пять лет после Майдана. Томск. В кустах недалеко от городской бани местные жители наткнулись на тщательно спрятанные посылки, извещения и письма, адресованные проживающим в данном микрорайоне людям. Все пакеты были вскрыты. Оказалось, что распотрошил и припрятал все это 16-летний подросток, временно устроившийся на подработку в местное почтовое отделение. Вся корреспонденция была передана в полицию. Ростовская область. Целую свалку из вскрытых посылок обнаружили прямо на обочине трассы Ростов-Азов. Десятки пустых коробок с почтовыми штампами были найдены совершенно случайно. По описанию содержимого стало ясно, что в пакетах были мобильные телефоны и SIM-карты, которые исчезли. Полиция Ростовской области инициировала проверку для выяснения личностей злоумышленников, которые совершили кражу. Почта России не имеет отношения к находке, так заявили в ее пресс-службе. Этот список можно продолжать долго. Десятки городов, тысячи посылок. Такое ощущение, что орудует целая банда почтальонов, ворующая посылки в огромном количестве. Наверное, в настоящий момент действительно необходимо провести рекламную кампанию по формированию доверия к услугам Почты России. Видимо, это и в самом деле так важно, чтобы потратить на рекламную кампанию 443 миллиона рублей. Бизнес в России В России начнут продавать фарш из искусственной рыбы. Новости торговли, фаз, реализуемый в РФ «Шоколад». Ленд отличается от европейского. Продолжение следует.